здравствуйте друзья мы с натальей сегодня в трофейном вам снимаем этот сюжет мы партнеры google и youtube причем я да владею ютюбом как голову как конечно гугл прикупила прикупила значит что наташа мы скажем людям которые так следят за нашими трофеями они может быть радуются вместе с нами я хочу сказать какой цвет даже не столько вот google насколько цвет сиреневый очень идет таташи значит сколько тебе осталось то у нас сегодня какой мой первый мир труд май до поздравляю тебя наташа с праздником солидарности трудящихся я помню как я в детстве ходила демонстрации папа придет шарами шары всех потолку летят это так было классно а мы-то еще в москве все время студенческие годы на демонстрации ходили боже они так не нравились и как-то вот идешь и всех город видишь всех знакомых встречая а у нас знаешь как вот мы собирались там на метро и не помню на баррикады или там пятого года даже и вот пилили 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 ну там не через всю москву ну будь здоров пилили а там по дороге все распивали 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 и я как-то помню в институт связи когда был на шестерка была я эту шестерку держал на себе единственный не пьющий был так они они все там качались и нас вышибли там значит на подходе к красной площади там стояли люди из органов и они когда видели что кто-то может не дойти они так прямо раз всю шестерку вышибали вот нас однажды вышибли и в общем они были очень недовольны я собственно тоже уже думал сейчас вот и все но вопросы 1 мая давай к нам с тобой значит сегодня 1 мая а улетаешь ты 7 вечером вечером в ночь друзья прилетая в орландо утром до 8 8 утра когда мы проводим наталью это будет 10 вечера по местному она взлетит может быть в это время так в это время в орландо час ночи да так что у тебя пересадка что ли 1 2 на 1 пересадка где именно сейчас я даже не вспомню где что-то очень глупая какая-то пересадка по моему в нью-йорке даже как-то ой а почему перед вообще вы сколько от нас стоит сколько 190 долларов все вместе ты че серьезно в одну сторону нет ну в одну сторону я сюда при задаром это можно легко 400 долларов заплатить и больше да ну просто видишь а все зависит от времени если ну да ночью то они всем нравится если не каникулы я имею ввиду причем есть ночь у меня допустим прилетела билет был 600 долларов ой я друзья хочу сказать что наталья она участвует у нас почти без пропусков во всех квалификационных таких ассамблеях то есть когда студенты что-нибудь сдают и она с ними а ты думала вы просто слово такое хотелось да и значит устаешь одни эти же слова быть хочется как-то закрутить и вот значит буквально вчера я когда значит проводил очередное такое мероприятие и наталья там сидела а мы заслушиваем там разных людей и потом разбираем скажи мне тоже вопросы задавал было разбираем подробненько что у них там было и что было так и не так вот наташа вот ты скажи вот ты сидишь слушаешь как люди там мямлят свои тест-кейсы или там багри порт свой корявый вот ты чувствуешь что ты вообще ну просто как вот вообще не чувствую что я знаю да ну ты слышишь где у них ошибки ты вот бьет по ушам правда практика конечно все равно помогла потому что пишешь эти тест-кейсы а ты боялась раньше их писать или что нет раньше до практики боялась писать тест-кейс ты понимаешь у меня хромала и до сих пор принципе хромает вот эта терминология терминология который нужно лучше стало намного лучше я но все равно я читал вчера наташа на документацию у нее удивительно красивый почерк ты пишешь просто как я даже да я я все время читаю писульки эти вот вчера был еще один мужик вот который хорошо писал миша миша его зовут вот он очень хорошо писал и красиво разборчиво четко и у тебя тоже каждая буковка вот как ну как виноградинка это молодец послушай я вообще как бы думаю что у меня багры порты почти что отлетают и тест-кейсы отлетают но ими я переживаю за все эти программы которые конечно мне я не смогла выучить за короткий срок ты имеешь вновь автоматизацию ну давай так вот я тебе задам простой вопрос если тебе надо идти на интервью если они отвечу вырежешь да я не собирайте обрезать если тебе надо идти на интервью допустим через два дня так и они интересуются автоматизации причем мы на самом деле никогда не знаем насколько глубоко но если они тебя реально пригласят это значит что глубоко они не интересуются потому что иначе бы они хотели увидеть в резюме что-то эдакое чего тебе там даже близко нет у тебя так чуть-чуть там так флейвор такой оттеночек присутствует значит тебе надо идти на интервью через два дня и ты знаешь что у тебя в резюме есть буллет такой где ты пишешь что писала автоматизировала проверку ссылок на странице веб-сайт то есть твой скрипт идет ссылка за ссылкой и проверяет не идет ли она в правильное место там и так далее валидейшн link валидейшн делает значит это то что написано ты не должна держать ответ за больше ты можешь например подготовиться и ты же писал этот скрипт тоже не то что тебе его кто в классе со всеми дело в том что спросим я смогу лечить всего сама написать подарили ну так ты сядь и вспомни а чё тебе сядь вспомни скрипт у тебя есть ты его реально писала он у тебя работал я тебя спрашивал как у тебя написано иди подожди на найди а догон осойди некой никого и не берут да ты не понимаю им нужна руби мая не может не подавать там где нужен руби майн и поэтому тебя не позовут тебя позовут там где-либо вообще не нужно а только так так одиночка игрушка какая-то там я не знаю пройдет и пойми у тебя написано простая но очень важная задача которая всем нужна все у кого есть этот самый веб-сайт какой-то да и там есть ссылки и каждый скажет конечно я хочу эту наташу чтобы она у нас автоматизировал все эти ссылки может быть нам вообще автоматизация сушен это же денег не стоит даже бесплатный толк правильно села наташ кнопку нажал и и побежала ты чё они могут даже не хотеть вообще автоматизацию даже думать об этом может быть не хотят но когда приходит человек который может тут за три копеечки там что-то такое сделать понятное в своей ценности понимаешь не то что я руби мань знаю я не знаю что ты знаешь про жару помнишь там записываем на карту конечно вот я просто что хочу сказать вот ребята они видят больше происходит у наташи естественная такая ну не болезнь но такой комплекс присутствует начинающего который говорит ой да я ничего же не знаю да я же ой да кому же такая нужна я немножко так делаю вот у меня я всегда так я как бы недооцениваю себя может пришел мальчик вчера замечательный мальчик прекрасный мальчик пришел и он значит вот недавно интершип у него там закончился но начал искать работу еще будучи на интерншипе и он говорит вот значит там я уже там за пару месяцев у него было четыре интервью и я начину маловато я начинаю с ним разбирать значит что он делает как он висит на дайсе вообще что происходит у него все идеально его рвут на части ему 10 раз в день говорят посылаю твое резюме в такую-то компанию говорят ему рекруты какой невероятный уровень он бурю создал который молча мало кто в состоянии создать и что ты себе думаешь а интервью у него очень мало то есть в тот момент когда ему люди из компании звонят уже из компании но боится отвечать он и в этого я то не знаю это не знаю там он к джаву не знаю я буду подожди как ты джаву не знаешь ты же ты знаешь джаву в том смысле в каком ты пользовался ей для автоматизации селением он говорит но это кому это нужно я бы но даже не то же самое что ничего не знаю ты им скажи может быть там 8 из 10 и их устроит понимаешь что происходит то есть что хочу сказать когда ты сам себя начинаешь вычеркивать люди говорят ну так он не знаю поэтому ты не такая тоже наташа наташа это не наш путь заканчивая это путь в союз печать вот я каждый раз когда мне будут звонить на интервью буду одевать свою фуражку да и она мне будет придавать все наташа сколько тест кейсов можно написать на натощак нет а так вот логически вот тебе задачу задали сколько тест кейсов можно написать натощак вот ты вот на людей смотри натощак только один тест кейс да дальше уже идет не натощак ну это я думаю пусть ребята анекдот такой пусть они подумают и может быть какие-то соображения будут по поводу того правильные ли это ответы как надо было лучше ответить и тогда я все-таки думаю ты же когда писала ты с кейс ты же не скушала ничего то есть может быть и остальные будут натощак то есть я я завтра еду в google да ты что и чё там чё дают что дают но она даже но я знаю но я мы же у нас же виде спортиво нет все нормально ну завтра завтра за мной приедет в 11 утра утра в субботу так ну или по 12 едем делать я буду делать видео их проекта и проект у них насчет того чтобы не люди не выбрасывали мусор не бросали не оставляли мусор какая связь с гуглом объясни мне но они в гугле этот проект сделали я не знаю это не собственно говоря не очень понятник не софта а мы не знаем вот чем конкретно люба занимается у некоторых даже она что тестирует но по моему на каким-то менеджментом занимается я но я не знаю точно так любом не даже написала что она делать сейчас я прочитаю потому что у меня был такой вопрос я говорю вот и вообще кем работаешь на так я на мне сейчас потому что это загадка так я пишу давай агентом google google и работаешь она пишет занимаюсь тестированием софт вэр который с рекламой работает тестирует тестирует которые работают с рекламой после я видел несколько видео у нее на канале у нее есть свой канал я видел там несколько видео и они были посвящены какому-то менеджмент найти найти менеджмент то есть все-таки она из наших из тестеров все я думаю что мы можем пойти выпить кофейку можно сделать небольшой перерыв мы друзья а не кофейку это кофе был и это смуси пил из клубнички с бананом причем клубничка оказалось соком они налили соку туда льду мороженого кусок бросили типа пломбир а потом корицей какой-то посыпали и положили туда банан по моему настоянию вот поэтому такой вот был хорошо я доволен сегодня вообще довольно тепло вчера вообще жарко был но мы там половина этого по школы там сидит нет как-то заведение на starbucks половина этого starbucks оказались наши студенты которые там реально занимаются там девочка одна у нее она сама из флориды я не могу не это 2 свой да но девочка из флориды а интервью не в компании zing это местная а может быть на интервью может быть на интерншип да в общем что сказать если вы где-нибудь маунтин ю придете starbucks увидите что места нет может быть это таки да наши студенты там готовятся к интервью не в понедельник интервью в общем так вот да что еще можем сказать так что-то хотела сказать ты когда проводил экзамен мог мог ты там шутил и он там такие шутки рассказывает он так смеялась а я просто я не знаю так это не шутка это из жизни случаем было весь у нас учился мальчик в школе я когда классе в восьмом мой приятель был он 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 был борец он был мастер спорта по борьбе вольный он потом закончил институт физкультуры а потом в армии служил а потом закончил физфак нгу вот так уж и стал в общем каким-то работал потом конструктором авиационным очень очень интересно и он в то время плохо учился борьбой занимался в 15 лет у него все мысли были вот по борьбе так он значит ну там двойки ставили периодически так он на дневнике написал я сейчас дневники до школах есть в общем короче дневник у него был и он сверху на нем такая обложечка была пластиковая прозрачная полиэтиленовая вот такая была обложка чтобы не пачкался и он на этой обложке вот он так написал сверху было написано наш нас двойками не запугаешь а снизу а дармовых пятерок нам не надо и вот он подавал учителям в таком состоянии так было смешно как раз на экзамене он там с кем-то а еще у тебя там три шутки но послушай я же шучу по мере того как появляется объект какой-то но я ж так не могу ну вот так смешно а знаешь у нас там еще один мальчик был скучно школа по веселым там был мальчик которому учительница написала классно руководитель за нашим николаевна она ему написала пятом классе вот и кати демонстрации идет а это в поддержку и иммиграции тут идет демонстрация дать и небольшая значит написала ему в дневнике плохо вел себя на уроке русского языка а дневник то подписывать надо у родителей а теперь ты подписать что они беден а у этого хватало в этом дневнике других дел тоже ну и короче он не хотел чтобы родители его ругали или что-то и он значит приписал не значит получилось запись в дневнике неплохо вел себя на уроке совсем отруб но она увидела учительница и через какое-то время и ужасно ругалась махала она была возмущена очень так что ты в школу то потому что у нас учебное заведение вот как у вас в школе в рыбинске хорошо было все да тоже там всякие приколы на любой школе приколы были там учитель что-то сказал мы там все смеялись или там знаешь сейчас конечно как искать высоты прожитых лет за какие-то поступки и стыдно там знаешь кому-то чего-то подложил на сиденье или знаешь урок сорвал то есть ты делал такие вещи я срывал уроки иногда это господи а раньше я была такая очень сказать громкая вот и сейчас такая громкая вот и я очень любила шутить так или знаешь там записки друг другу кидали во время урока тоже любовные вы всякие а ты и было такое что втюривалась кого-нибудь начиная с какого обычно когда втюриваешься в школе то в тебя этот мальчишка не втюривается втюриваться другой которого ты не втюрилась правильно и как-то так тот который за тобой ходит тебе и нафиг он не нужно нужен тот который на тебя не смотрит есть такое ну было так вот но чем кончили так и нравится чем кончилось не помню чем закончилось ну что теперь а у нас в школе вот нет такого есть такие чтоб втюриться привозит них они все дети для меня там море там да но все симпатичные мальчишки такие очень хорошие хорошие дожди которые не занимаются ну что же я смотрю у нас вот как 6 дней до отъезда и вы знаете у меня такое ощущение что опять какая-то перемена в жизни потому что я ехала сюда дому вот перемена в жизни а здесь сейчас так привыкла до что мне кажется опять какая-то перемена хотя и домой но я очень с вами говорила говорю я конечно рада очень что едет домой все вот люди то которых я встретил и говорю меня столько друзей здесь пусть они к нам приезжали кумбу это кстати неплохая идея он хорошо ты расстроилась тоже не другой страну летаешь туда вот ну так-то на самом деле он году и skype и все есть ради бога ты мне напоминаешь историю про купи козу наш там все плохо там за что делать купи козу и так же все купи козу он купил козу ну и ему приходит снова это видим акроба и тут ему говорит еще хуже стал бы тут продай козу он продал козу и год на улице стало намного легче вот так что ты это приехала купила козу теперь ты продаешь козу да так что что же друзья мы девочки и мальчики опять видео ни о чем но надеюсь послушать может улыбнуться пару раз да но она не должно быть о чем-то потому что о чем этом мы отдельно расскажем а сейчас видео тебе вот что выглядит девушка хорошо что маечка у нее прекрасного цвета я хочу сказать она так и еще но вот мы не снимаем издалека как бы я здесь фигурку вот но маечка очень идет знаешь был такой анекдот как крестьянин козу на базар вез но его в вагон электрички не пустили но и что же делать им бы ты прибежи сзади потому что она и . медленно идет когда будет тихонечко там но он ее привязал сзади но ему в общем то тоже он беспокоится ну и когда на остановке он побежал значит посмотреть уже там с козой то ну а она под вагоном туда залезла там лежит значит он на нее смотрит туда и она на него смотрит туда и он ей говорит ты мне глазки не строй ты фигуру показывай нужно похудеть может пока это вот так что вот мы фигуру не показывали а глазки она строит пожалуйста вот у меня глазки . в очках строит ну что же с ними очки друзья значит мы такое можно сказать приключение у нас было с натальей да то есть мы три месяца правильно показали всю ее жизнь у нас тут из друзья говорят и чайка чайка тебя клевала и чайками клевалый телефон я уронила и какие-то злобные как тебя тоже клевали кто ну чайки интернета злобные поэтому тебя какие только чайки тебя не клевали еду мне только не было я я была в сан-франциско я сама ездила совсем недавно по этим склонам холмам и я была на twin peaks и было во всех этих даунтаунах маленьких которые здесь у меня окружает на винодельне было я не попала ни в какой трампа по моему нет страна были ни в каком не было только если чайка ну да по магазинам я здесь ходил что я не знаю мне кажется я тут все уже в google с такой любые познакомилась в google поеду в субботу еще на неделе при любу у себя на канале будешь показывать но она у меня на канале мы ее почти уговорили быть блогером от любу да а вот люба очень любит меня на канале все говорят какая девушка хорошая она переживала сначала а сейчас она так у меня на нее наезжают говорят что она какая-то неискренне ну я говорю что она первый раз увидела живую легенду михаила потапыч и она говорит меня переживала говорит ну я первый раз увидела михаила которого смотрела там год-два да я пришла к нему вроде посадил тоже сразу на камеру она пришла вообще с вопросами у нее вопросов был целый телефон и как бы это должно было быть интервью она тебя интервировала то есть для своей же школы спросить вопрос и она думала что она просто будет у него спрашивать и не ожидала что на камеру и когда ее посадили она стала переживать и было похоже на не на неестественно но вообще девчонка очень хорошая естественно такая добрая очень как она здорово рассказывает про обнимашки там на целую лекцию прошла на 7 минут попробуйте так рассказать по всей аудитории целый зал там было имени она светилась там совершенно вообще английский какой девчонки приехала она из украины вообще ну что же давайте мы поскольку в машине сидим и тут садика душновато да давай мы тогда уже выберемся из автомобиля и скажем ребятам пока 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 пока